Сдана во временную эксплуатацию левая сторона четырехполосной трассы Ак-Тюбе-Кандагаш. В этом году ремонтируется и расширяется 9 километров Ак-Жарской трассы. В Актюбинской области пациенты не в полном объеме получали положенные медицинские препараты. Добрый вечер. В эфире программа «Факт». В студии работает Ляза Цальменова. Накануне была сдана во временную эксплуатацию левая сторона четырехполосной трассы Ак-Тюбе-Кандагаш протяженностью 96 километров. Реконструкция автодороги производилась на участке с 11 по соту километров магистрали А27. Участок является проездом в обход Алги, сообщили в областном Акимате, а глава региона Асхат Шахар в ходе торжественного открытия объездной дороги отметил, что новая магистраль построена в соответствии со стандартами безопасности и должна внести большой вклад в развитие нашего региона. В феврале 2024 года на расширенном заседании правительства глава государства Касумжомар Тукаев поручил в этом году завершить ремонтные работы на республиканских дорогах, а именно от РАО Астрахань, Актюбе-Кандагаш, Талдыкурган, Усть-Каменогорск. Две из этих трасс проходят по нашей области. Областная трасса Актюбе-Кандагаш является частью республиканской магистрали АТРАО Астрахань. И несколько лет назад там начались масштабные работы по реконструкции. В Актюбинской области завершается реконструкция автодороги республиканского значения Актюбе-АТРАО границы России на Астрахань. Участок Актюбе-Кандагаш протяженностью 96 километров. Данный транспортный коридор является востребованным маршрутом, соединяет нашу страну с Россией с выходом на Астрахань. Накануне было торжественно открыто движение по левой стороне трассы на 54-м километре кольцевой дороги от Алги до Кандагаша. По данным Акимата области, в торжественной церемонии открытия приняли участие не только глава региона, но и председатели правления компании Казавтажол Дархан и Монашев, руководители подрядных компаний и местные жители. Сегодня основная часть работ по реконструкции трассы завершена, и мы открываем на временный проезд дорогу Актюбе-Кандагаш. Дорога в обход Алги также станет намного проще и удобнее для передвижения жителей. Новая магистраль построена в соответствии со стандартами безопасности и с соблюдением качества работ, и мы уверены, что она внесет большой вклад в развитие нашего региона. В реализации проекта задействовано три асфальтобетонных завода, порядка 254 единиц дорожно-строительной техники и более 570 рабочих. В рамках проекта построено 15 мостов, 16 скотопрогонов, три транспортные развязки, а также проложено 60 водопропускных труб. В целом в этом году в области для ремонта и строительства дорог предусмотрено почти 66 миллиардов тенге. Начато строительство 544 километров автодорог. Кроме того, 42,6 миллиардов тенге власти выделили на реализацию 7 проектов по дорогам республиканского значения общей протяженностью 322 километра. Влад Рогушев, программа «Факт». В этом году ремонтируется и расширяется 9 километров Акжарской трассы. Этим занимается ТО «Агрофирма Коквест». И по промежуточному отчету подрядной организации, сейчас рабочие завершили ремонт 7 километров дороги. Общая протяженность ремонтируемого участка Акжарской дороги – это 9 километров 255 метров. На данный момент мы уже закончили ровно 7 километров дороги в асфальте они уже. Сейчас мы работаем от 8 километра до 9,5 – 9,250. Получается вот 1 километр 255 метров. В данный момент у нас закрыто и ведется все виды работы, начиная от землянки. Проезд по дороге, начиная от кирпичного моста, открыт. Месяцем ранее водителям приходилось объезжать данный участок пути, а сейчас транспорт может свободно передвигаться. К тому же новая отремонтированная трасса рассчитана до 4 полос. Сейчас дорожники трудятся на 8 километре дороги. Также они отремонтируют оставшиеся 560 метров дороги в сторону кирпичного моста. Планируется установка дорожных знаков, нанесение разметки и проведение мероприятий по благоустройству придорожной территории. Паводок затронул немало домов в районе поселка Кирпичный. Наши корреспонденты сегодня посетили один из таких и узнали, как акцубинцы восстанавливают движимое и недвижимое имущество. Здесь, в садоводческом коллективе ЭКО, живут дочь и зять Веры Хрис. Женщина приехала к детям в гости и проводит время с внуками. Во время паводка вспоминает, вся семья временно проживала у нее в поселке Курайли. У всех семьи, у всех, ну всякое положение, у кого есть место. У нас большой дом. Они были у нас два месяца, пока вот это все нормализовалось. На фасаде дома видна отметка. Вот на такой уровень вода зашла во двор и в дом. Пострадала мебель и техника. К счастью, на выплаченную компенсацию семья приобрела стройматериалы и уже завершила ремонт в доме. А теперь доделывает входную группу дома. Мы очень благодарны нашему государству и президенту за помощь. Они оказали очень большую помощь. Наш дом оказался, вернее, зятя, в аварийном состоянии. Была комиссия, все зафиксировала. И наш Акимат спасибо. Как вспоминает Вера, дом дети построили 15 лет назад. В этом году из-за последствий паводка огородом, увы, не занимались. Все силы сейчас направлены на то, чтобы полностью восстановить имущество и сделать его комфортным для дальнейшего проживания. Тамирис Жумабаева, Ажислан Жубаев, программа «Факт». В Акцюбинской области пациенты не в полном объеме получали положенные медицинские препараты. По данным прокуратуры, ее сотрудники на днях выявили ряд нарушений в рабочих врачей Алгинской и Уиллских районах больниц. Было установлено, что медики неправильно оказывали бесплатные услуги сельчанам. Так, в больнице Алгинского района не соблюден обязательный минимум необходимых исследований людей с хроническими заболеваниями. Опрошенные сегодня акцюбинцы не удивились подобным новостям, но при этом они отметили, что бесплатные лекарства и обследования в больницах им предоставляют. В прокуратуре области сообщили, что в ходе проверок они определили, как в Алгинской районе больницы врачи не соблюли обязательный минимум необходимых исследований с 74 сельчан, состоящих на учете с хроническими заболеваниями. К тому же, сразу в нескольких десятках случаев хроническим больным не предоставляли положенных бесплатных лекарств. После вмешательства прокуроров нарушения были устранены, и более ста человек получили положенные им лекарства и прошли обследование. Опрошенные сегодня октябинцы рассказали, что бесплатные медикаменты они получают стабильно, но в основном от гипертонии, восстановления уровня сахара в крови, нормализации сердечного ритма. От сердца есть, от давления есть, но у меня нет давления. Слава Богу. Эти лекарства вы бесплатно получаете от давления ваших лекарств? Да, супруги дали мне от давления, от сердца. Это пьем вечером. А еще бесплатно что-то вам дают в больнице? В больнице? Да я уже давно не обращался. Давление или сахар? Для стабильного давления получаю лекарства. При изменении уровня сахара тоже получаю лекарства. В целом обслуживанием в больницах довольны. Не получаем, не жалуемся ни на что. А ваши родители, может быть, из сердца получают? Бесплатно получают? Да. А какое лечение они получают? Ну там в поселке у них давление такое вот. Вот давление, короче, таблетки получают. А сердца? В поселке случайно не Уюзский или Алгинский район? Не, Жмартузский район. Если же человеку не повезет упасть и повредить себе конечность, бесплатного лечения не получат даже пожилые. Бесплатно не получается. Я вот два месяца назад упал в комнате, не в гололед. И ударил вот поясницу. И стал хромать. Голова кружится, с клюшкой хожу. Два месяца мне уколы делали все за деньги. Врачи домой приезжали. Возвращаясь к теме районных больниц, то в ходе озвученной прокурорской проверки стражи закона установили и факты предоставления медицинских услуг умершим людям. Данные услуги врачи вводили в базу данных ради количественной статистики. Влад Рогушев, программа «Факт». В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана подтвердили гибель казахстанцев в Таиланде. Инцидент произошел 31 июля. Сообщение о происшествии поступило в полицейский участок Корона от сотрудников провинциального центра скорой помощи. 57-летний Евгений Сапогов утонул в море у своего отеля сразу после заселения. По прилету на Пхукет мужчина получил штамп на 60 дней, но погиб, не завершив и первый день пребывания, сообщает издание «Новости Пхукета». Чрезвычайные ситуации могут объявить из-за нашествия паука-каракурта по Владарской области, сообщает Кастак. Будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС, сообщили сегодня департаменты по ЧАЭС по Владарской области. Спасатели уточнили, что 5 августа в ходе обследования Байнаульского национального природного парка обнаружены пауки-каракурта, личинки, коконы под камнями среди трав и растительности вдоль озера Торейгер. Каракурт – вид пауков из рода черных вдов, укус которых смертельно опасен. Кастак сообщает, семья из четырех человек погибла на Астанинском водохранилище. Трагедия, унесшая жизнь четырех человек, произошла на Астанинском водохранилище. Все четверо члены одной семьи – тела женщины 1980-го и девушки 2001 года рождения – были излечены очевидцами. После тел двух мужчин 1977-го и 2000-го года рождения ведутся спасателями ДЧС Акмольской области и города Астаны, сообщили в ДЧС. Инцидент, унесший жизнь семьи, произошел на запрещенном для купания месте. Кастак сообщает, три человека погибли в одном колодце в области Абай. 1 августа в одном из населенных пунктов Кокпиктинского района при проведении работ очистки водопроводной ямы двое работников и местный житель получили отравление биогазами, говорится сообщение. Полиция начала расследование по факту гибели рабочих колодцев. Кастак сообщает, 53 беглеца задержаны с начала года после мониторинга видеокамер прокурорами Казахстана, сообщил генпрокурор Берри Косылов. Он уточнил, что с августа камеры видеонаблюдения в Алматы от РАУ прокуроры подключили свою IT-разработку с элементами искусственного интеллекта по автоматическому распознанию беглых преступников. Должников и пропавших без вести. За три дня уже распознаны два лица, скрывшиеся от следствия и двое без вести пропавших. С помощью нескусственного интеллекта по камерам можно найти лиц, даже несмотря на изменения возраста и внешности, что значительно учит разыкную работу. Сейчас в розыске свыше 9 тысяч лиц, из них 2200 лиц, преступников и 2000 пропавших лиц, добавил Астылов. Кастак сообщает, причастный к сливу списка девственниц сотрудники Казахского национального университета имени Аль-Фараби, увольный, сообщил министр науки высшего образования Саясат Нурбек. Также понесли наказание сотрудники медицинского центра, который обслуживает университет. Стоит вопрос о расторжении контракта. Во всей цепочке все задействованные люди понести наказание, сказал Нурбек сегодня на брифинге правительстве. Напомним, в феврале в группу указанную имени Аль-Фараби отправили документы со списком студенток, помимо фамилии, имен, отчества и номеров. Там же также были данные гинекологического осмотра. Кастак сообщает, традиционную школьную линейку 1 сентября не планируют отменять в Казахстане, сообщил министр просвещения Ганеби Симбаев. По данным мемпросвета, 1 сентября в школы, колледжи и вузы Казахстана пойдут 3,9 миллионов человек, где 360 тысяч первоклассники. Всего учебный год начнется в 7 тысячах, 9 из 100 организаций образования. Кастак сообщает, бесплатно питаться в школах Казахстана будут почти 44% детей Акиматами, выделены необходимые финансы для организации бесплатного питания. С 1 сентября 1,7 миллионов учащихся будут питаться бесплатно, сказал Бесимбаев на заседании правительства. Таким образом, бесплатно питаться в школах будут почти 43% 6 детей. Однако, часть школ Казахстана, как отметил премьер-министр Бектенов, не имеет своих столовых, и здесь Акиматы должны контролировать питание школьников. Кастак сообщает, Казахстане собираются продлить запрет на вывоз бензина, дистоплива и нефтепродуктов, ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК, в том числе государство-члены Евразийского экономического союза, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, говорится в проекте приказа. В конце марта правительство ввело полугодовой запрет на вывоз из Казахстана данных нефтепродуктов. Министерство энергетики объясняет, что запрет направлен на обеспечение национальной безопасности и потребности внутреннего рынка. Кастак сообщает, Казахстан и Китай хотят вместе построить международную научную станцию на Лунне. Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий. Вклад Казахстана также будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами, отметили при службе Министерства цифрового развития инноваций аэрокосмической промышленности. Казахстан и Китай в июле подписали меморандум о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне. Сейчас реклама, а во второй части выпуска вы увидите. За 7 месяцев этого года полицейские по всей стране ликвидировали 24 подпольных лабораторий с производством синтетических наркотиков. В Актюбинской областной детской больнице теперь работает аппарат МРТ, который может диагностировать даже новорожденных пациентов. Актюбинские школьники сегодня рассказывали стихи и цитиливали строчки из известных произведений Абая Кунанбаева. Авиасейлс КЗ Поиск дешевых авиабилетов Папа, чем я буду заниматься после окончания университета? У твоего будущего нет границ. Ты можешь заниматься чем угодно. Я хочу заниматься своим любимым делом. Хочу менять мир вокруг. Вдохновлять людей. И создавать что-то действительно цель. Но смогу ли я? Конечно, ты можешь стать предпринимателем прямо как я. Точно. Могу создать свое приложение. Или помогать нуждающимся. А еще могу открыть свою школу. Я хочу помогать людям становиться увереннее. Хочу, чтобы каждый мог быть услышанным. Может, ты хочешь обучать людей ораторскому искусству? Самое главное, я тебя всегда поддержу. Измени свое будущее и стань предпринимателем вместе с экосистемой ERG. На улице лето, а у нас минус 70. Мебель со скидкой до 70%. На грандиозные распродажи в салоне «Диван-диваныч». Гостиные, спальни, мягкая мебель. Столы и стулья, офисная мебель. Производство ведущих фабрик России и Беларуси. И со скидкой до 70%. Только летом в салоне «Диван-диваныч». Спешите купить качество с выгодой. Ждем вас с 9 до 18.00 без перерывов и выходных. Теперь по новому адресу. Проспект Кенесонокино, 14А. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Казахстанцы поддерживают пожизненное лишение свободы за сбыт наркотиков, сообщило сегодня агентство «Костак» со ссылкой на прислужбу Министерства внутренних дел страны. По данным ведомства «Можелиси» рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Эту инициативу поддерживают и опрошенные сегодня актюбинцы. «Очень правильно». «У нас вообще как ситуация в стране? Часто слышите новости о том, что задерживают таких людей?» «Часто слышу, но меры, кажется, не понимаются». «И это все у нас есть в открытом доступе, это все продается на Телеграм-каналах, и наша доблестная милиция не может никак с этим побороться. Я считаю, это упущение». «Это же разрушает такое незаправление, тем более молодежь. Они не должны потреблять такую гадость мужа создать». «Хотят высшую меру внести, то есть пожизненное заключение за это. Это справедливо?» «Хотят высшую меру. Кто распространяет, естественно. Потому что им-то все равно. Они же, кто распространяет, они зарабатывают на это, правильно?» «Естественно, их не волнует ни здоровье, ни будущее того человека, кого он привлекает или кого он продает». «На ваш взгляд, и распространитель, и производитель наркотиков, они одинаково виновны?» «Они оба. Один распространяет, другой производит, и это все губит народ». Агентство Костак. Сейчас на рассмотрение Министерства внутренних дел поступили две петиции, созданные гражданами, выступающие против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и усиление ответственности за их производство. За семь месяцев этого года полицейские по всей стране ликвидировали 24 подподных лабораторий с производством синтетических наркотиков. В Алматы установлено 11 фактов, в Алматинской области – 7, в общем изъято более 200 килограммов готовой к употреблению синтетики и свыше двух тонн прекурсоров. В Акцебинской областной многопрофильной детской больнице теперь работает аппарат МРТ, который может диагностировать даже новорожденных пациентов. За неделю работы врачи уже успели обследовать нескольких детей, а сегодня они презентовали оборудование официально. Управлением здравоохранения депутатами было решено помочь врачам областной детской больницы, чтобы методы лечения маленьких пациентов стали проще, а диагностика проходила быстрее. Эту новую установку МРТ привезли из Японии, на ней уже работают акцебинские врачи. Прежнее оборудование детской больницы устарело, а этот новый аппарат прибыл в декабре прошлого года, а до этого он проходил проверку. Аппарат имеет неукипающую голову, то, что является экологически чистым и по энергозатрате является самым низким в своем классе. На аппарате мы уже работаем неделю, снимаем стационарных пациентов. За это время мы уже проводили следование головного мозга, спинного мозга, брюшная полость. Снимали пациентов уже двух лет, двухдневного ребенка снимали. За счет того, что он не имеет такой шум, ребенок спокойно спал, и мы провели исследование. С помощью новой МРТ обследовали уже 10 детей. Он шумный и удобен для детей разного возраста. Также он не имеет каких-либо изучений, поэтому вместе с малышами сюда могут ложиться их родители, чтобы ребенку было комфортнее. Стоимость проекта со всеми аппликациями, со всеми обучениями специалистов вышла где-то около 750 миллионов тенге. То есть последняя оплата мы произвели ее после мая, после майской сессии МАСХАТ. В этом году у нас планируется также оборудование для организации ПМСП, первичной медико-санитарной помощи. Это диагностики там на уровне амбулаторной помощи. Также еще для многопрофильных стационаров взрослого населения. Диагностические аппараты в сфере онкозаболеваний. Проведенные обследования детей выявили патологию головного мозга у двухдневного новорожденного малыша и брюшную патологию 17-летнего пациента. Лечащим врачам были даны рекомендации для дальнейшего лечения. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Актюбинские школьники сегодня рассказывали стихи и цитировали строчки из известных произведений Абая Кунанбаева. Литературное мероприятие они провели в областной библиотеке имени Саги Жаимбаева, чтобы отдать дань уважения великому казахскому писателю. Слова Абая – казахский талисман. Под таким названием сегодня в библиотеке имени Жаимбаева прошло литературное мероприятие, собравшее любителей поэзии. Стихи Абая знают люди разных поколений, изучают их со школьной скамьи. Организаторы не зря позвали учеников младших классов, ведь они изучают литературу с любовью и знают наизусть многие стихотворения. Для ознакомления гостей с творчеством Абая была представлена книжная выставка и мини-обзор его биографии. В фонде библиотеки имени Жаимбаева есть множество книг Абая, которые читатели берут часто. Мероприятия, посвященные наследию и творчеству великого поэта, мыслителя, философа Абая Кнанбайола, мы проводим ежегодно. Цель этих мероприятий – понять мысли великого Абая и, конечно же, пропаганда его творчества среди подрастающего поколения. В этом году ему исполняется 179 лет. Для нас Абай – это духовный реформатор и яркий представитель культуры своего времени. Также на мероприятие пригласили студентов юных талантов. Ребята приготовили выступление и рассказали о своем знакомстве с творчеством Абая Кунанбаева. Казахстанский борец Демео Жадыраев вышел в четверть финала на Олимпиаде в Париже. Борец греко-римского стиля в первой схватке одержал чистую победу над Алексисом Куэро из Колумбии. В одной четвертой финала Жадыраев встретится с финалистом Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира из Кыргызстана Акжолом Махмудовым. Папа, чем я буду заниматься после окончания университета? У твоего будущего нет границ. Ты можешь заниматься чем угодно. Я хочу заниматься своим любимым делом. Хочу менять мир вокруг. Вдохновлять людей и создавать что-то действительно цельное. Но смогу ли я? Конечно. Ты можешь стать предпринимателем прямо как я. Точно. Могу создать свое приложение. Или помогать нуждающимся. А еще могу открыть свою школу. Я хочу помогать людям становиться увереннее. Хочу, чтобы каждый мог быть услышанным. Может, ты хочешь обучать людей ораторскому искусству. Самое главное, я тебя всегда поддержу. Измени свое будущее и стань предпринимателем вместе с экосистемой ERG. На завтрак, на обед и ужин, какой бы вкус вам ни был нужен, из всех столовых Октюбе выбирайте Коктюбе. Хоть для взрослых, хоть для ляль, вся еда у нас халяль. Для гурмана просто рай. Восемь горячих. Выбирай. Европейской и восточной и домашней кухни точно. Чай или компот в подарок. И парковка без запарок. Ждем вас с 9 утра до 10 вечера. И сам увидишь, как тебе еда и цены в Коктюбе. Улица Улиханова, 35. Вход через ретропарк или кинотеатр «Локомотив». Чего от вас ждет участковый? Каждый гражданин должен иметь документы. Каждый жилец должен быть прописан там, где действительно живет. Каждый, кто сдает жилье в аренду больше, чем на месяц, должен прописать своих жильцов. В каждом из этих случаев у вас есть месяц для оформления всех необходимых документов. За просрочку удостоверения личности и проживание без регистрации по месту жительства свыше одного месяца грозит штраф от 7 до 10 МРП. Есть прописка? Нет проблем. Оформляйте документы вовремя. Редактор субтитров А.Семкин